Реальность, подходящая к концу рабочей недели. Что врезалось в память, стало обсуждаемым, заставило задуматься. События, факты, мнения анализируем вместе в итоговой информационной программе от редакции Репортер 73 в студии Евгения Луковкина. Здравствуйте. Мир животных и людей. Косулю, поранившуюся о забор, спасли накануне неравнодушные жители Димитровграда. В Сурском районе органы дознания полиции выясняют обстоятельства убийства домашней собаки. А в другом районном центре расследование жуткой расправы над собакой пришлось взять на личный контроль прокурору Ульяновской области. В Ишеевке уличного пса заживо разделали двое местных жителей, якобы проголодались. Заявление о факте жестокого обращения с животным поступило в районный отдел полиции, но возбуждение уголовного дела там отказали за отсутствием состава преступления. О том, что в поселке орудуют живодеры, жители Ишеевки узнают вот из таких объявлений, расклеенных, по всей видимости, активистами, зоозащитниками. Но помогут ли эти объявления, когда в дворе практически каждого частного дома есть своя собака, и уследить, где она находится в каждый конкретный момент, практически невозможно. Фотографии последствий жуткой расправы над собакой вмиг облетели интернет. То, что вызывает отторепь даже при взгляде на экран, соседям живодера случилось увидеть воочию. Именно эта женщина, что боится сейчас расправы со стороны подозреваемых, первая столкнулась с извращенной жестокостью и написала заявление в полицию. Вот это был стон в собаке. И у окружающих мы думали, а может, это человек, может, убивают. Я ни о чем не думаю, я быстрее спасать. Вот все прямо. Когда старая-то распахнула, и там висит вот это вот, наподобие вайки, ну, это было ужасно. И она прямо все бергается. Вот живот все распорот. И она еще бергается. Понятно. И вот проходящий там спрашивал, кто за стол. А никто. А мы не слышали. Никто не слышал, понимаете, находясь рядом. Наряд полиции оперативно приехал на место, опросил свидетелей, принял заявление и забрал подозреваемых. Казалось, торжество закона и здравого смысла налицо. Однако история получила продолжение совсем в ином русле. Как сообщил очевидец, произошедшего всего через пару часов после того, как обвиняемых забрали в районное отделение полиции, они снова оказались дома в компании неких дам. Видимо, отмечали свое счастливое возвращение. Кроме того, тот же человек сообщил, что полицейские в приватной беседе сказали ему о том, что знают, что эти мужчины регулярно мучают собак и даже употребляют их в пищу. Однако сделать с ними что-либо по закону невозможно. Это же подтверждает и в областном управлении. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела, по словам руководителя пресс-службы ОМВД области, принималось с учетом всех обстоятельств по согласованию с надзорным органом, то есть районной прокуратурой. Да, действительно, это, наверное, для некоторых граждан дико, необычно, но по соответствующей статье Уголовного кодекса, которую граждане, в принципе, здесь рассматривают, 245-е жестокое обращение с животными, то есть данные действия установленных лиц не могут быть классифицированы по данной статье. Представители зоозащитного движения уверены, добиваться правды в таких случаях очень тяжело, но необходимо. В качестве примера успешной борьбы приводят историю с другого берега Волги. У нас в поселке Освебрском тоже был такой инцидент, получается, 7 лет назад. В итоге главу поселка, ну, главу поселка в Угуделях дело уголовное, то есть там острофовали поселок, то есть у нас все, слава богу, кончилось успешно. То есть открыли приют 5 лет назад и сейчас все хорошо. Совместными усилиями неравнодушные жители нашей области при поддержке активистов со всей России начали сбор подписей под петиции в адрес областного прокурора с просьбой еще раз проанализировать факты, изложенные заявителями. Подключились и региональные СМИ. В итоге историю на всю страну озвучила в одном из своих сообщений информационное агентство федерального уровня Интерфакс, и областная прокуратура отреагировала. По результатам проверки прокуратура отменила незаконное постановление органов внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела и направила соответствующие требования. На сегодняшний день во исполнение требований прокуратуры следственными органами в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации за жестокое обращение с животными совершенная группа лиц, что предусматривает наказание в виде лишения свободного срока до двух лет. Однако зоозащитники не спешат праздновать победу и с оттенком недоверия относятся даже к такому повороту дела. Это, конечно, очень хорошо, что прокуратура среагировала, но давайте подождем, как будут развиваться события. Не хотелось бы думать, что это просто показуха. Практика показывает, что полиция просто плевать хотела на эту статью и на подобные преступления. В целом проблема лежит гораздо глубже конкретного Ишеевского факта. Живодеры вольготно чувствуют себя на просторах России, понимая, что огласке предаются лишь единичные случаи, в половине которых им удается уйти от наказания. Несовершенство законов, бесперспективность таких дел для карьеры правоохранителей, замкнутость общества на решении извечных бытовых вопросов – вот только лишь малая часть слагаемых большой общероссийской проблемы. И если сострадание – отличительная черта человека, то кто все те равнодушные, что проходят мимо расправ, творящихся открыто, старательно пряча глаза и затыкая уши? Главное политическое событие региона. Ежегодный отчет председателя правительства Ульяновской области Сергея Морозова перед депутатами законодательного собрания занял два с половиной часа. Временно исполняющий обязанности губернатора не стал акцентироваться на одном только 2015-м, а проанализировал всю прошедшую пятилетку. О проблемах и путях их решения, о том, как регион выглядит на фоне соседей по ПФО и всей страны в целом, о целях и задачах на ближайшее будущее и перспективное планирование на десятилетия вперед. Наш следующий материал. Он показывал не только то, что сделано, не только сколько здесь построено, сколько заводов, сколько произведено, какие экономические успехи. Он показывал проблемы и, самое главное, пути их решения. Вот новое, на мой взгляд, это детализация проблем решения проблем. Вы, наверное, слышали. Доклад слушался легко, несмотря на свою положительность. Он слушался абсолютно гармонично. И, по-моему, это был один из лучших докладов губернатора, который я когда-либо слышал. Это доклад, это стратегические задачи, практически программы работы губернатора Морозова и Ульяновской области на следующие пять лет. Что сегодня еще бросилось в глаза, это открытая, честная постановка тех основных задач и проблем, которые нам предстоит в ближайшие пять лет решить. То, о чем говорит население, о чем мы общаемся со своими избирателями и то, что сегодня является тормозом в поступательном стратегическом развитии нашего региона, как региона лидера. По большому счету, все разговоры об инвестициях, инвесторах, кластерах, стратегиях мало отражаются на жизни подавляющего большинства людей. Дороги Ульяновской области, Ульяновская область стала столицей худших дорог в стране. Это признал даже ОНФ, это к вопросу о столичности. Программа «Чистая вода», десятки населенных пунктов без воды. Государственное здравоохранение деградирует, нет доступности, увы, нет специалистов, нет лекарств, растет объем официальных и неофициальных платных услуг. Настеление просто выдавливается в лоно частной медицины. Это результаты последних проверок прокуратуры, недавно опубликованы. Редко сокращен объем государственной помощи социально незащищенным категориям. Мы, когда обсуждали на фракции в законодательном собрании подготовку к отчету губернатора, отметили очень важный момент. Перед тем, как губернатор вышел на такого формального, ну вот большого отчета перед депутатом законодательного собрания, он провел серию встреч с населением в каждом районе области. И мы многие присутствовали на этих встречах и видели, что население оказывает, во-первых, заинтересованно, вовлечено во все эти процессы, не оказывает большое доверие непосредственно губернатору Ульяновской области Сергею Ивановичу Морозову. Что касается задачи, озвученных губернатором, они, конечно же, впечатляют, но считаю, что приложить необходимо будет максимум усилий для полного их осуществления. Речь Сергея Морозова перед депутатами ЗСО безусловно добавит очков временно исполняющему обязанности губернатора региона перед предстоящим 22 мая праймерис. Фактически, это проработанная программа на длительную перспективу. Практику, заданную Единой Россией несколько лет назад, проводить внутрипартийное предварительное голосование для отбора самых достойных, в этом году переформатировали, разрешив участие представителей иных политических сил. Правда, на это время им требуется приостановить свою инопартийную активность. Тем не менее, презентовать свои проекты об устройстве России перед широкой аудиторией согласились многие. В сентябре, в единый день голосования, ульяновцам придется определить, кто же будет представлять регион в Государственной Думе. Посланники региона в Нижней Палате Российского парламента в большинстве своем не оставляют яркий след в истории самой Думы, да и на местах их активность жители видят в основном по мере приближения выборных кампаний. Поэтому и важен список кандидатов, важны предвыборные встречи и дебаты. Избиратель должен знать, кому он доверяет защитить интересы своего региона. Есть время разобраться и вспомнить, кого чаще мы видели на территории области, какие плоды это принесло экономике или социальному положению. В то же время выборы в Государственную Думу в этом году у Леновской области совпадают с выборами губернатора. Поэтому практику Праймерис решено реализовать и на этой предвыборной площадке. И пока представители иных политических сил хранят молчание, сопартица Сергея Морозова готовится раскрыть карты, озвучить свои предвыборные программы на всенародном Праймерис. Молодым везде у нас дорога. Из четырех кандидатов троим еще нет и сорока лет. Один из них – генеральный директор Ульяновского центра трансферотехнологий «Наноцентра» Андрей Редькин. Открывшийся несколько лет назад центр успешно развивает свою работу в вопросах поддержки и развития инновационных технологий, обеспечивая своим резидентам сопровождение технологического предпринимательства на разных стадиях. Поиск прорывных технологий, создание стартапов, которые внедряют новый продукт на рынок, экспертиза и консалтинг, предоставление в аренду специализированного оборудования. Основная сфера применения – инновации. Иными словами, если вы изобрели нечто, или кто-то изобрел нечто, что позволяет при производстве дверей экономить 3% на том, что вместо такой технологической операции, понимаете, другая технологическая операция, с нашей точки зрения это не инновация. А вот если вы изобрели нечто, что позволяет при производстве тех же самых дверей делать их в 3 раза дешевле, или вместо дверей делать, я не знаю, магнитные шторки какие-нибудь, ну то есть принципиально новый продукт, или имеющийся продукт, но с принципиально значительным выигрышем, то это дано с этой инновацией. Всего на конец прошлого года Советом директоров наноцентра было утверждено порядка 117 проектов. Аграрная тема и политика, санкции извне, вопреки ожиданиям некоторых иностранных партнеров России, дали мощный толчок к развитию отечественных сельскохозяйственных территорий. Во всяком случае, такие заверения раздавали эксперты этой отрасли, предрекая взлет статистики по важным направлениям производства сельхозпродукции. Сразу два кандидата не мыслят своей жизни без сельского хозяйства. Один из них депутат областного законодательного собрания, директор сельхозпредприятия Андрей Шадышков. Как отзываются о нем односельчане и коллеги, Андрей Шадышков является представителем нового поколения аграриев, активных, деятельных, нацеленных на развитие не просто аграрного комплекса, но и экономики в целом. Второй кандидат Руслан Кантемиров. Ну вот результат того, что было в прошлом году, вот такая земля вся была она, то есть эти 5-6 тысяч гектаров. И на сегодняшний день можно увидеть результат уже озимая пшеница за моей спиной. Я очень хочу, чтобы у нас в области за ближайший год-два-три вся земля работала и приносила продукцию. Сегодня Ульяновская область нацелилась серьезно развивать перерабатывающую промышленность. Уровень производства сельскохозяйственной продукции уже достиг лучших показателей советских времен. Да и урожай местных фермеров вышел на рынки за пределами 73-го региона. Не могли обойти стороной и образование. Единственная женщина-кандидат – проректор по научной работе УЛГТУ, профессор, доктор технических наук Надежда Ярушкина. Помимо прочего, занимается в политехе вопросами инноваций и развитием информационных технологий. Все пять кандидатов, включая в Рио губернатора Сергея Морозова, представят свою программу, выступят перед партийцами и только после этого в ходе тайного голосования будет определен победитель, которого «Единая Россия» официально выдвинет на губернаторские выборы. Участие в праймере сможет принять каждый. Голос за понравившегося кандидата можно отдать на 199 избирательных участках в Ульяновской области. Голосование начнется так же, как и в день выборов в 8 утра и закончится в 8 вечера. Не упусти свой шанс самостоятельно определить свое будущее. К другим темам. Кости по склону. Оползень у кладбища в поселке имени Крамзина скрывает старое захоронение. Редакция репортера следит за ситуацией на оползневых склонах в черте Ульяновска, и это происшествие не осталось без нашего внимания. Мы не испугались спуститься по отвесным стенкам обрыва, и вот результат. Останки эксгумируют, повторное обнажение захоронений отследят. Муниципальная похоронная служба взяла на контроль ситуацию со старым кладбищем поселка. Местные жители опасаются, что с каждым годом проблема будет обозначаться все серьезнее и серьезнее. Что предполагается сделать и в какие сроки решить? Ответ в нашем следующем материале. В тот же день, как эти кадры с крутого обрыва, у подножия которого лежат черепа, позвонки и другие человеческие кости, вышли в нашем эфире, на место шокирующей находки выехало руководство городской специализированной похоронной службы. О том, что здесь находятся старые захоронения, специалистам было известно давно, как и то, что склон постепенно метр за метром приближается к территории современного кладбища. В 2014 году на отвалах грунта тоже находили кости, а вот в 2015 эксгумировать было нечего. Склон обрушился, но могил не потревожил. Данная история, она повторяется с определенной периодичностью. На данной территории действительно, как вот ваш телеканал сказал о том, что там находится кладбище еще царских времен, о котором мы не помним даже местные сторожилы. Данные могилы, они никоим образом не обозначены. Местонахождение их определить не представляется возможным, только если производить какие-то археологические раскопки. Но в то же время нужно не забывать, что высота самого склона там составляет где-то порядка 20-25 метров, по крайней мере, как мой взгляд это видит. Производить археологические раскопки там просто опасно для жизни самих археологов. Оставить страшную находку покоится так, как распорядилась останками природа кощунство. Поэтому все открывшиеся захоронения извлекут по возможности и перезахоронят силами муниципалитета. В ближайшие годы, уверены в дирекции похоронной службы, оползень, вероятнее всего, снова потревожит старинные, скрытые и безымянные захоронения. А посему берег поставят на особый контроль. Бросать останки на всеобщее обозрение не в традициях нашей цивилизации. Что делать с крайними к оползню, более-менее ухоженными могилами с датировкой 2007-2009 годов, пока непонятно. В принципе, эксгумации и перемещение останков лучший вариант, так как мощный природный процесс будет продолжаться здесь вопреки людскому желанию и протесту. Финансовая нагрузка в таком случае ляжет на родственников усопших. И еще об одном оползне, самом главном. Пионер не виноват. Поставили точку в споре о причинах схода грунта на грузовой «восьмерке» эксперты федерального уровня. Все необходимые пробы отобрали в день визита Владимира Пучкова. В тот же день провели замеры на спецоборудование, а буквально накануне выдали окончательный результат. Стройка и оползень не связаны друг с другом. Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России провели мониторинг оползневоопасных зон. Также столичные специалисты обследовали жилые дома на улице Любови Шевцовой и на спуске Степана Разина и сделали динамикой геофизическую диагностику здания областной филармонии. Все полученные данные в этом же ВНИИ, по информации пресс-службы регионального управления МЧС, обработали и параметры оползневых процессов проанализировали. Измерения показали, что при забитке свая возникает сейсмовибрационное воздействие на грунт, была замерена амплитуда у источника, и это сейсмовибрационное воздействие постепенно затыхало. Нас интересовало, а затыхнет ли это сейсмовибрационное воздействие в районе оползня, и не было ли это причины схода оползня. Что мы выяснили? Что в районе схода оползня сейсмическое воздействие не фиксировало. Также эксперты обратили внимание на тот факт, что забивка свай производилась полгода назад. Можно сделать вывод, раз мы не зафиксировали никакого сейсмодинамического воздействия от забивки свай, и достаточно большого первого времени, что причиной схода оползня не могло быть влияние погружения фундаментных свайок при строительстве. Основываясь на предварительных результатах мониторинга, специалисты отметили, что по улице Любови Шевцовой и Ленинским горкам изменений в лучшую сторону не наблюдается. На грузовой «восьмерке» же склон постепенно стабилизируется. Полный отчет специалистов по оползневой ситуации в Ульяновске будет представлен 30 мая. Единственное, чего еще опасаются специалисты, исследовавшие оползневые склоны города и области дождей и ливней. Накануне синоптики выдали неутешительный прогноз. До конца июня якобы нас ожидает пасмурная погода с грозами, обильными осадками, в том числе и град. Тем не менее май – жаркая пора, начало сезона активной работы кровельщиков. К тому же теперь в этом месяце те, кто отвечает за крышу, отмечают профессиональный праздник. С 2011 года, каждая третья суббота мая в России – День всех кровельщиков. В первую очередь он призван объединить работников этой строительной отрасли с целью обмена опытом. В столице к этому дню запустили большой кровельный марафон – своего рода соревнование для специалистов-кровельщиков. А в Ульяновске Центр кровли и фасадов «Инком» ежегодно проводит семинары для подрядчиков и знакомит с новинками кровельной индустрии. Чем дальше шагает развитие строительной отрасли, тем более остро ощущается нехватка специалистов, знающих толп в современных материалах. Компания «Инком» всегда в курсе всех новинок в области фасадов и кровли. Компания, которая не просто предлагает материал, но и учит грамотно его применять. Обучающие семинары на базе Центра кровли и фасадов «Инком» стали доброй традицией в профессиональный праздник кровельщика. Мы продаем только качественные материалы. Для того, чтобы у заказчика конечного осталось впечатление замечательное об этом материале, немаловажно, очень важно его правильно смонтировать. Поэтому, только обучая подрядчиков, проводя подобные семинары и знакомя их с новинками, мы достигаем такого эффекта, что заказчик остается доволен. Собственно говоря, мы считаем, что это единственный правильный способ донесения до заказчика преимуществ качественных материалов, которые присутствуют на рынке. В этом году поделиться опытом с ульяновскими кровельщиками приехали коллеги из Казани. Представители компании-дистрибьютора качественного кровельного материала рассказали о новинках и их преимуществах. Если касаемо гибкой черепицы, то появились новые коллекции и более многослойные покрытия, что для клиента несет эстетику и красоту, и, соответственно, надежность. По керамической черепице мы показывали новинки. Ну, вся керамическая черепица – это новинка для ульяновска, потому что этот продукт, он очень молодой, здесь только приходит. И вот вместе с компанией инком, я думаю, мы сделаем так, что этот продукт будет здесь известен. Начиная работать с новым материалом, нужно знать все нюансы его использования. Именно поэтому обязательная часть обучающих семинаров в компании инком – мастер-классы. В этот раз ульяновские кровельщики узнали особенности укладки керамической и гибкой черепицы. Ежеводно вот собираемся в компании инком, обучаемся, и как обмен опытом, установку, например, изучают представители Казани. По укладке кибкой черепицы. Опять-таки, вот сейчас новые материалы пошли, вот интересно все. Ну, то, что надо знать вот это делать, потому что друг с другом так-то общаемся, а когда я уже все объясняю, это хорошо, конечно. Компания инком – крупнейший в городе поставщик строительных материалов. В ассортименте более 80 наименований продукции отечественного и импортного производства. Здесь есть почти все, чтобы ваш дом стал надежной крепостью, оставаясь при этом уникальным и неповторимым. Центр кровли и фасадов «Инком», второй проезд инженерный, 2А, строение 2, телефон 73-24-04. С помощью федерального сервиса «Аптека.ру», витамины, лекарства, детские товары и многое другое можно заказать, не выходя из дома. Все просто – заходим на сайт «Аптека.ру», находим нужный товар, помещаем в корзину, выбираем удобную для получения покупки аптеку и отправляем. Далее ваш заказ поступает на склад «Катрен». «Аптека.ру» – это сервис по поиску и заказу медикаментов и товаров для красоты и здоровья через интернет. Поставка товара осуществляется со склада ведущего российского фарм-дистрибьютора АОН «ПК Катрен». Наш сервис является эксклюзивным. Мы предлагаем широчайший ассортимент товаров. Прямые поставки от производителей и наличие сертификатов гарантируют качество и выгодную цену. Со склада сотрудники отправят заказ в аптеку, которую выбрал пользователь сервиса. О поступлении заказчика предупредят по телефону и СМС. В Ульяновские области партнерами «Аптеки.ру» является более 95 аптек. В «Аптек.ру» представлен широкий ассортимент, а именно около 10 тысяч наименований товаров по выгодным ценам. Также в разделах сайта «Аптека.ру» пользователи могут прочитать не только инструкции к препаратам, но и интересные статьи о здоровье. Левушкино студио. Стиль, актуальность, креатив. Здесь открываются новые горизонты парикмахерского искусства. Команда профессионалов, асов своего дела поможет создать идеальный образ на каждый день или запоминающийся для торжественных событий. Постоянное обучение новым методикам окрашивания и техникам стрижек. Тематические дни для любимых клиентов. В Левушкино студио сделают все, чтобы вам хотелось вернуться сюда вновь. Профессиональный уход, актуальный цвет, эффектные стрижки и укладки, а также моделирование и окрашивание бровей, маникюр. Левушкино студио меняет образ и дарит радость. Улица Пушкинская, 4А, телефон 70-09-49. Профессиональный тренерский состав, индивидуальные занятия, новейшая система очистки и подогрева воды, а также лояльные цены. Все это бассейн «Буревестник». Шесть 25-метровых дорожек способны одновременно принять до 70 человек. Посетители «Буревестника» также имеют возможность записаться на лечебный массаж к одним из лучших специалистов города. Также на базе бассейна действует фитнес-клуб, тренажерный зал и группа аквааэробики. Телефон для справок 440285. «Буревестник». Быть первым, быть лучшим. Светлая, ухоженная, подтянутая кожа без расширенных пор. А такой, пожалуй, мечтает каждая представительница прекрасного пола. Медицинский центр «Консилиум» поможет добиться потрясающего результата. К вашим услугам аппаратная косметология, избавление от нежелательных волос, сосудистых звездочек и пигментных пятен. Фотоомоложение. Безболезненная процедура с накопительным эффектом. Если возрастные изменения выражены значительно, на помощь придет нитевой лифтинг «Аптос». Для быстрого эффекта есть экспресс-методы омоложения. Софт-лифтинг или объемное моделирование лица с помощью геля на основе гиалуроновой кислоты. Способов много, результат один. Красота и здоровье вашей кожи. Медицинский центр «Консилиум». Улица Водопроводная, 4. Телефон 656666. И в завершении выпуска. 26 мая в Ленинском мемориале пройдет выставка «Форум. Сделано в Ульяновской области», где около сотни фирм-производителей познакомят всех желающих со своей продукцией. Представители малого бизнеса получат отличную возможность встретиться с государственными и муниципальными заказчиками, представителями крупных компаний и инвестиционных проектов региона. Получат информацию о том, как стать поставщиком продукции для торговой сети. Подробная информация на сайте openbusiness73.ru Это все на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте и смотрите. Все самое интересное на сайте 3wreporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова